Всем привет, друзья и враги. Эти два дня я, пожалуй, посвящу ботам Такаева. Ну, и не совсем удашився в том числе в лице нурбота Кайрата Кудайбергенова по кличке Плакса. Сейчас не очень плохо. Кто не в курсе, Кайра начал там во время отсидки организовал, значит, блог в стиле АУЕ, как ему там тяжело сидиться в СИЗО. Ну, дескать, в СИЗО сидеть куда тяжелее, чем в тюрьме, как утверждает Плакса Кайра. Плакса Кайра пишет, начнем с того, что в СИЗО сидеть немного хуже, чем в тюрьме. Именно поэтому месяц СИЗО равняется полтора месяцам в тюрьме по закону. Возникает логичный вопрос, откуда Кудайбергенов знает, мать его, как там сидится в тюрьме, если он там ни дня никогда не сидел. И ему, как бывшему мусору, сидеть в тюрьме обычной, в принципе, не положено по закону. Он ментяра, хоть и в прошлом, конечно. Любой сиделец скажет, что лучше в СИЗО, чем в тюрьме. Плакса Кайра строчит, что камеру 2 метра в ширину и 5 метров в длину они делят на двоих. А также Кайре не нравится, что из окна он не может любоваться алматинскими горами и закатом. Только после обеда в камеру пробивается немного солнца. Какой ужас! Плакса Кайра. А ты в курсе, что в тюрьме на зоне в то же самое пространство делят уже на шестерых? И иногда там еще перед окнами стоит такая херня металлическая, которая вообще свет не пропускает, весь вид загараживает, только воздух фактически попадает. То есть есть такие приспособные, я не помню, зачем их ставят. Короче, Кайра, если тебе так плохо в СИЗО, то уже отправляйся в тюрьму, напиши явку с повинной, признательные показания дай и гу в тюрьму, там тебе как бы будет лучше, не будешь себя пытать, жаловаться на пытки и так далее. И да, я принял решение, несмотря на то, что мне это все влетит в кругленькую сумму от мусоров, хер дождешься законом положенные мне вознаграждения за коррупционные расследования, которые они сами, сука, провести не могут, вместо них я провел там все документы и так далее. Ладно, хер с ним, я это все сам опубликую. Это за свой счет, в принципе, как и всегда. Как обычно, знаете, люди такие, это заказ. Единственное, что в заказ может попасть, чтобы я что-то не публиковал. Но мы как бы в взглядах обычно об этом расходимся. Вследствие чего, если кто-то захочет меня финансово, так скажем, немножко разделить мои финансовые траты, то координаты мои в описании, я буду крайне признателен вашей финансовой поддержке. В своей маляве Нурбот Кудайбергенов вспомнил про собак из НКВД, которые пытали его дедов до смерти. Они потом ему это все после смерти рассказали. Но при этом он постоянно, значит, хвалит сотрудников ДКНБ, которых он называет настоящими профессионалами, и они относятся к нему, к Кудайбергенову Плакси, к бывшему мусору, хорошо, потому что он, естественно, бывший мусор. К тому же Кудайбергенов сетает, что у нас, значит, все воруют. То есть вор Кудайбергенов жалуется, что условия содержания в СИЗО плохие, потому что все, все разворовали. И разворовали не просто так, а с целью приобретения каких-то благ, чтобы понтануться. Так он и пишет. Наши люди выбирают понты. Так он и сказал. Антошка, Миша, прекратите баловаться. Скоро мы с вами встретимся обязательно в суде. В чем ирония этого момента? В том, что вор Кудайбергенов прямо вот перед этим постом, ну точнее его брат, выложил видео, в котором он, вор Кудайбергенов, типичный для него популистической манере, разворовал миллиарды на всяких тендерах и так далее, а потом купил какие-то там башмаки, какое-то там яблоко, что ли, я не знаю, и пошел это кому-то там пожертвовал. Все это сфотографировали, сняли на видео с миллиарда кадров. Все это разошлось по СМИ, как Кудайбергенов занимается щедрый Кудайбергенов с барского плеча, кому-то там пожертвовал башмаки за 3000 тенге. И в этом же видео человек, который, собственно, жалуется на понты, то есть вор Кудайбергенов, садится в дорогущий МЭРС с номером 001 KZH, то есть Казах 01. Вот же пиздобол лицемерный. Ты себя начни, блядь, строитель. Кудайбергенов, чтобы вы знали, свои миллиарды заработал на строительстве. Вот знаете, что он вообще построил? Хоть один, я не знаю, жилой комплекс или какой-нибудь там, ну, объект какой-то строительный, архитектурный объект, что он построил. Не знаете, да вот то-то и оно. Строитель Кудайбергенов без единой строительной техники получает из государства бюджетные деньги. Но об этом я уже в отдельном выпуске расскажу. Я очень буду рад, если вы меня материально поддержите. И вот, значит, на собак из НКВД, которые, собственно, пытали его дедов, жалуется наш воришка. И Кудайбергенов, как системный, кстати говоря, лицемер, сам является, по сути, собакой НКВД. Причём в самом худшем смысле этого слова. В 2019 году, значит, было подано заявление Кудайбергеновым и Тамарой и Дианой Шакировыми, по-моему, да, Кудайбергенов и сёстры Шакировые подали от лица Нуратана заявление за оскорбление чести и достоинства партии Нуратан. То есть физические лица подали от лица юридического лица заявление. И тогда, соответственно, всех осудили по заявлению этих собак из НКВД. И Санавар Закирова отсидела в тюрьме, по-моему, год. Подача в суд Житусульского района иска как раз-таки была инициирована господином Кудайбергеновым. С его подачи это всё производилось. Добились удовлетворения Хадатайса судом, чтобы он участвовал в качестве свидетеля. И на этом основании вывели его из зала суда. Хотя он очень сильно, настойчиво пытался там пребывать и поддерживать своим присутствием это мероприятие в судилище. Из-за него, из-за этой псины режима Кайрату Кудайбергенова, вора дешёвого пантереса, Санавар Закирова отсидела в тюрьме ни за что. Она что, кого-то убила? Нет. Может быть, она кого-то обворовала? Опять нет. Единственная её проблема, что она просто человек эмоциональный, ну и прямолинейный. И она, в отличие от собак НКВДшных, в худшем смысле этого слова, как у Кудайбергенов, реально сидела в тюрьме и в СИЗО. И сейчас она расскажет, как там над ней издевались. Может быть, брату Кудайбергенову посмотрят, у него, может быть, совесть проснётся. Может быть, он подумает, что его братец Кайрат не такой уж и хороший. Ну, вряд ли он подумает, конечно. И, значит, далеко не все истории, которые, ну, Санавар Закирова, там что с ней произошло, в принципе, они существуют в сети. Ну, я так скажу. Там были такие истории, что её менты просто по асфальту, там, я не знаю, тащили какое-то расстояние. Нет, вот она лежала, её просто за ноги вот так тащили. Какая-то дичь с ней происходила. Её там откровенно пытали. У неё были ужасные условия содержания, в отличие от нитика Кайры Кудайбергенова. Я, конечно, немножко волнуюсь, немножко это. Так как, вы знаете, тюрьма – это такое место, говорят, что вот, для перевоспитания. Но на самом деле никакого воспитания в тюрьме нет. Там из людей делает быдло. Людей погружают в 19-й век или 18-й век. Людей лишают доступа к информации, доступа к интернету. Людей лишают всего, чего можно. Вот как только человек вступает за порог тюрьмы, колонии-поселения, зоны – всё. У этого человека никаких прав нет. Всё, что говорят наши власти, там, то, что вот УИК там приняли, УПК там приняли, эти законы не работают. Даже вот сейчас на воле эти законы, еле-еле скрипя, может быть, на процентов 10-20 работает, а вот уже в тюрьме, в зоне ни один закон не работает. Все осужденные там бесправны. Они даже не могут в свою защиту что-либо сказать. Если как-то, каким-то образом осужденные защищаются, какие-то доводы приводят в свою защиту, их сразу сажает в ДИЗО, их переводят в более строгие условия режима. А если, допустим, пишут жалобу в вышестоящей инстанции, конечно же, эти жалобы не выходят с учреждения, абсолютно не выходят, сама сколько писала. Вот. Но данного человека, как говорят на языке, там, тюрьмы, раскрутку делают. Оказывается, для раскрутки есть статья 427, по-моему, Уголовного кодекса. Или УПК забыла. Ой, Господи. Уголовного кодекса. И вот раскрутка до трех лет. Вот человек написал жалобу на руководство, все, находит причину. Неопрятный вид, утром рано не встал, постель не заправил, все, добавляет 3 года и в строгий режим отправляет. И, естественно, осужденные боятся. Они и так срок получили, сидят, а им еще вот могут еще 3 года накинуть. И эти 3 года они могут бесконечно накидывать. И вот я слышала, вот в Караганде есть один человек, у которого из трех лет до 27 лет, что ли, по-моему, накрутили. И, как я слышала, по-моему, это по заказу сенатора нашего, кто он у нас сейчас, Нигматуллин. Вот так вот я, ну, я это читала в социальных сетях, что по заказу Нигматулина этот человек из трех лет, его докрутили до 27 лет. Вот. Ну, таких историй, конечно, много, таких людей много, и поэтому все заключенные знают об этом, что есть такая статья, раскрутка. И люди молчат, терпят все эти унижения, все эти пытки, терпят, потому что боятся, что им срок добавят. А я писала, не боялась, мне было все равно, я думала, я уже была готова умереть. Думаю, ну, ладно, убьют так убьют, а что же теперь делать-то? Но я шла до конца, я писала, я требовала соблюдения моих прав. И мощную поддержку мне оказали активисты, которые по первому же моему звонку, по первому же моему ходатайству поднимали шум. Писали, приходили, требовали, и, соответственно, руководство учреждения больше всех их боялись, не меня, а их. И поэтому они боялись сильно-сильно как бы перегнуть палку. Но изначально, конечно, вот за все это время, сколько я сидела в тюрьме, вот, допустим, в следственном изоляторе, здесь, в Алма-Ате, ЛА-155-18, партия Нур-Атан, опять же, организовала два раза покушение на мою жизнь. Я требовала расследования, но все время, мало того, что не расследовали, так еще меня саму наказали. На меня же напали, и меня же посадили в ДИЗО. Как будто я трех ходачек, которые неоднократно судимые, два раза здоровее меня, там туалет полтора квадрата, наверное, якобы я этих троих затащила в туалет и избила. И вот на основании этого пять суток дали мне ДИЗО. Потом уже в Таразе, уже до 158-5, там тоже организовали, как бы, нападение. Но там ночью, 12 часов ночи, отбой, как я знаю, ну, то есть отбой 10 вечера. Все, 10 вечера все должны уже осуждены спать. 12 часов ночи тоже так же подослали пьяных женщин на разборки. И опять же я написала, как бы, заявление, чтобы разобрались, на каком основании уже время, отведенное для сна, ко мне приходят пьяные женщины с разборкой. Ну, руководство учреждения, ДУИЗ, они прям все встали на защиту этих женщин. Вот, мол, сама такая, они тут ни при чем. Никто к тебе не приходил, никто это. Хотя рядом женщины, которые со мной в одной комнате жили, они подтверждали, да, пришли 12 часов ночи на разборки. Несмотря на это, ДУИЗ, учреждения, они все, почему они все эти факты скрывали? Почему они защищали именно вот этих вот женщин, которые нарушали закон, да? Я думаю, это была спланированная акция партии Нур-Утан. Они таким образом хотели надавить на меня, напугать, испугать. И мне вот в основном сотрудники все говорили, полиции, ну, там, охрана, кто там работает, оперативники. Ой, ну, зачем тебе это надо? Сиди тихо. Я говорю, тихо сиди, тебя никто не будет трогать. Сиди тихо. Я говорю, как это сиди тихо? История с Ановар-Закировой на самом деле на сегодняшний день вообще не закончена. Ситуация такая, что за ее счет незаконно обогатились, получается, ну, из-за постановлений, собственно, частных судебных исполнителей, обогатились от лица партии Нур-Утан Тамара Шакирова. То есть, там, получается, два постановления одинаковых. Одно постановление полностью погасили из, собственно, денежных средств с Ановар-Закировой, а другое наполовину. И, получается, эти деньги незаконно перепали Тамаре Шакировой. Ну, в принципе, вообще я считаю, что два постановления вообще незаконно, потому что даже партии на сегодняшний день уже Нур-Утан не существует в принципе. Ну, и вообще, кто такая Тамара Шакирова, вообще, как бы, ситуация вся, она, в принципе, неадекватная. Это абсолютно политическое дело, и никакой суд не может это все постановление считать законными. Ну, жена Казахстан, как бы, здесь все законно. Украину, как Грузию, как тот другой третий. Мне, например, я, слава богу, у меня 130 тысяч визий, мне уже за себя не страшно. Но мне страшно, мои дети здесь учились, мои внуки здесь учатся. Я хочу, чтобы здесь, извините, у нас был объект. Я понимаю, если бы я, вот, например, сказали, вот она крутит, там своих детей где-то учат, там имеет за собой, вот он, мой бывший педагог и историк. Самое интересное в том, что мы, извините, мы тоже честно жили. Это была та самая Тамара Шакирова, обычная учительница с хорошей пенсией в 130 тысяч тенге и шупой за 15 тысяч долларов, которую она, естественно, купила на эту пенсию. И домом в три дажа, там, в компоте, короче, у нее дом, в Алмате есть такой район компот. Вот. Обо всех, собственно, ее богатствах и откуда это все взялось у обычной учительницы я расскажу уже в следующем видео. Я думаю, страна должна знать вот таких вот функционеров в лицо. И самое, знаете, главное о том, что люди должны знать, что эти функционеры прячутся своими там необъемными ряхами, отожратами. И вот что, знаете, я еще хотел сказать. Ну, вот сидит Кайра, да? Система в целом, вот задайте себе вопрос, а система в целом поменялась? Восстановили в правах политически осужденную Санавар Закирову? Выплатили ей за то, что она незаконно отсидела? Вернули ей ее, у нее и краденное имущество, которое незаконно отобрали? Ни хрена не вернули. Ее вообще еще ограбили. Ограбили, человека оставили без ни хрена, еще вогнали в долги. У меня уже без суда и следствия машину отжали, супруга гражданская, не изъяв ни единого грамма наркотических средств, посадили за наркоту. Вот, я сижу и говорю, как это так? Я даже слова против Нарутана не сказала, на меня 6 миллионов повесили, чтобы я членам партии Нарутана заплатила 6 миллионов. Поехала к президенту, чтобы сказать, ну, решайте вопросы, а меня там на 5 суток адом посадили. И вот так вот меня сажают, сажают. И вот еще вот, когда я устраивала одиночное, хотела выйти на одиночный пикет, на меня уголовное дело в Астане завели, якобы неуважение к суду. Потом, конечно, ее закрыли. И вот так вот, когда власть нарушает систематически права человека, как можно сидеть тихо дома? Я не знаю, я не знаю, я готова умереть, но тихо сидеть я не буду. Я буду до последнего защищать свои права. Я не для этого налоги плачу, чтобы чиновники обкрадывали меня. Мало того, что налоги плачу, еще и так они обкрадывали меня. Как это так? Просто так, не поставив хозяина известность, машину снять с учета и забрать себе? Им что, мало? И так все богатство Казахстана они себе забрали, чиновники. Нефть, их газы, их уран, их золото. Все эти богатства Казахстана принадлежат им. Они миллиардные, ну, богатые, у них миллиарды долларов, да? А я, блин, в кредит взяла машину. Три года платила кредит и ее отжали. Это, извините, что за бандиты у нас у власти сидят? Теперь я не могу. Четыре года хожу, не могу свою машину вернуть. Теперь еще меня посадили на год, лишили свободы. Покушение устраивали. Это что такое? В каком государстве мы живем? Из всего этого я могу сказать следующее. Для тех, кто еще не проснулся и усердно хочет поспать в жена Казахстане, вот так прекрасный сон людям снится, да? Я, наверное, это буду делать, ну, какое-то видео подряд, постоянно буду эти вещи повторять. Потому что многие, мне кажется, не понимают. Вот была программа, да, Казахстан 2030. Назарбаев что-то там понаписал, какие-то там, ну, что-то там, какие-то перспективы вывесил и так далее, да? Потом уже, когда стало понятно, что он доживет, и мы доживем до Казахстана 2030, он решил, что мы досрочно выполнили Казахстан 2030, и вот надо теперь выполнять Казахстан 2050. Вот. Теперь у нас, значит, жена Казахстан и вторая республика. Это ровно тот же самый популизм, что и Казахстан 2030-2050, только бессрочной даты нет. И даже почитать нечего, то есть даже относительно Назарбаевской системы, там, Казахстан 2030-2050, мы деградируем. Что такое жена Казахстан? Что такое вторая республика? Где почитать? Какие тезисы там озвучены и так далее? Негде почитать, ничего нет. Назарбаев, он не поленился, точнее, там, его советники, и что-то там понаписали. А тут даже почитать нечего. Поэтому каждый раз из вас, кто пытается представить жена Казахстан как-то по-своему, потому что никто не знает, что это означает, из вас, получается, все ошибаются, и никто не угадал. И Кайрат Кудайбергенов, он сидит не за коррупцию, он сидит потому, что он не поддержал Такаева, а вышел его с Диким Арманом, значит, поддержал Назарбаева. И статья у него вполне себе логичная и прямолинейная. Государственная измена, не коррупция. Понимаете? Когда мне говорят про какие-то там многоходовочки в Казахстане, что все там завуалировано, тот купил этого, этот купил того и так далее. Кудайбергенов сидит за государственную измену. Куда еще прямолинейнее вам сказать, что в Казахстане все многоходовочки так называемые, ни хрена не многоходовочки, все тупо и прямо, и весь восточный менталитет, который в Казахстане ярко выражен, это просто определенные понты с определенными условиями пересмотреть какие-то договоренности, в лишний раз торгануться и что-то еще увеличить цену и так далее. Вот и весь, собственно, восточный менталитет. Понимаете? Все прямо и нацелено на то, чтобы все просто разворовать. В общем, всего доброго, берегите себя. А, и да, если кто-то из вас захочет помочь Санавар Закировой, то можете переводить в том числе и мне, ну, собственно, координаты указаны, только подписывайте, пожалуйста, что это для Санавар Закировой, или указывайте в e-mail, какой-то перевод был, и укажите в e-mail, что это для Санавар Закировой. Я ей лично там переведу, в общем, разберемся. Всем удачи еще раз и берегите себя. Санавар Закировой